В Центре обслуживания молодежи прошла встреча участников конкурса Мена Норманам с государственными органами и бизнес-структурами Павлодара. Будущим предпринимателям разъяснили программы «Продуктивная занятость», «Дорожная карта бизнеса-2020» и условия участия в грантовых конкурсах и льготном кредитовании. Мастер-класс был рассчитан на развитие у молодежи дополнительных компетенций в сфере предпринимательства. Сегодня молодые люди могут услышать из первых уст всю информацию о поддержке малого и среднего бизнеса, о какие гранты будут разыгрываться в этом году на поддержку развития бизнеса. То есть банки второго уровня также могут ответить на вопросы о процентных ставок, условиях, какие нужны документы и так далее. По словам Толеги Найтбаева, работа бизнес-цеха ведется уже третий год. Имеются выпускники, которые уже начали свое дело, но все равно приходят на подобные мероприятия. Более опытные из них выступают в качестве менторов для новых участников проекта. Мы делали объявления, то есть на всех выездных наших экспресс-цомах, на радио и так далее, мы делаем объявления о наборе участников в группе обучения бизнес-цеху, занятия именно обучения основам предпринимательства и всех желающих абсолютно молодых людей мы всегда ждем у нас. На эту встречу пришли десятки молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет. Некоторые занимаются у них, кто-то в бизнес-инкубаторах при вузах. Среди них есть ребята, которые уже получали различные гранты. Они сделали свои первые шаги и сейчас работают над саморазвитием. Пример тому служит создатель проекта под названием «Охлдостол». Я не первый раз участвую в подобных семинарах. Считаю, что они очень важны, так как они открывают человеку путь, показывают, как ты должен себя вести начинающий предприниматель, начинающий бизнесмен. Говорят о том, какие существуют подводные камни, какие плюсы, какие минусы. В общем, помогают. Цель семинаров – это помощь в развитии человека, в развитии его потенциала. Отметим, что «Умный стол» имеет единственный кабель питания. Пять портов на стандартную вилку 220, карман для проводов, функцию подсветки, два порта USB, функцию раздачи Wi-Fi. Питание осуществляется по датчику присутствия и по принудительному питанию. Пока это единственный охлдостол, но, по словам Антона Чащина, у него уже имеются заказы и в скором времени они будут осуществлены. Как сообщил Толеген Айдбаев, в ближайшее время планируется проведение ежегодного стартап-аукциона, где будут представлены личные наработки участников бизнес-цеха в сфере IT-технологий. Азиза Исабай, Низбек Смогулов, Ертысинформ.